Противопаводковые мероприятия Входят в зону подтопления и включаются в план проведения противопаводковых мероприятий Входят 74 территории На сегодняшний день, по сегодняшнему состоянию мы идем в плановом режиме На сегодняшний день 6 территорий уже мы вывезли снег Вообще противопаводковые мероприятия планируется произвести в течение полутора месяцев Какие территории считаются наиболее сложными и проблемными в период прохождения паводка? Конечно, это частный сектор, поэтому у нас и план сформирован так, что частный сектор у нас вывозится в первую очередь То есть те территории, которые больше подвержены подтоплению То есть мы вот начали с Красноармельской, Красной Сибири, Маяковского Вот сейчас занимаемся вывозом, ну то есть и самая, наверное, проблема это глинки Она вообще находится внизу, то есть все, что у нас Маяковского, Герцена, Радищева скапливается Оно все скатывается именно туда Какими силами чистится и вывозится снег? Очистка, именно очистка, что касается очистки дорог по городу Берску Только силами МБУ ЦМУ И в некоторых случаях привлекается техника наемная для того, чтобы, в принципе, вот как мы говорили, заниматься вывозом снега непосредственно А очисткой занимается только МБУ ЦМУ Единственное, мы заключаем два контракта, потому что, ну, территория города Берск, она еще затрагивает и поселок Вега, и новый поселок Там МБУ ЦМУ проводит отдельно торги и заключают договор с другой подрядной организацией Для того, чтобы, ну, потому что плечо большое и нет возможности оперативно выполнить очистку по данным территориям Если мы говорим по проведению противопаводковых мероприятий, то ввозится за счет привлеченной подрядной организации То есть определяется при проведении торгов Ну, то есть аукцион, то есть кто предложит меньше стоимость, с ним и заключается контракт У нас сейчас было два аукциона по 20 с небольшим тысяч кубов по вывозу снега Там есть небольшая экономия, и мы еще дополнительно на 3000 кубов заключили дополнительный контракт На этой неделе глава Бердска обратил внимание, что складированный снег необходимо вывозить вовремя В какой период это необходимо делать, есть ли какие-то правила на этот счет? При складировании снега и при уборке механизированным способом, то есть время уборки, оно ограничивается, ну, то есть ГОСТом То есть мы понимаем, что нужно будет освободить в дальнейшем территорию Вообще, как бы мы задачу ставим и сейчас, вот я службам свою задачу поставил для того, чтобы при очистке снега И в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, также остановочных платформ Чтобы они в течение трех дней убирали за собой те кучи, которые они соскладировали при уборке снега из данных территорий А вообще, в принципе, должны вывозить это, ну, в течение девяти дней Расскажите, что еще входит в противопаводковые мероприятия? Уже когда положительные температуры начнут приходить, мы будем понимать, что они буквально через неделю, сейчас И еще занимаемся водоотводом, то есть нанимаем технику, экскаваторы, они прокатывают определенные траншеи Для того, чтобы вода уходила туда, куда им положено, то есть не дома топила, а именно в свободные участки, где она не помешает людям И, естественно, водопропускные трубы нам необходимо очистить до появления воды и, ну, и, конечно, подготовить ливни к канализации